Ас-саламу алейкум. Давно не выходили выпуски, все потому что вы ставите мало лайков. Именно поэтому попрошу вас сейчас поставить лайк этому видео, чтобы я мог чаще выпускать новые ролики. А сейчас хочу рассказать вам о нашей землячке Азии, которая является создателем курсов общего и бизнес-английского с подтвержденным международным экзаменом уровня владения языком Advanced. Также Азия запускает спецкурс подготовки к ЕГЭ по профиле математики. Стоит отметить, что у нее образование экономиста и Data Sciences. Занятия по английскому и математике Аза проводит как онлайн, так и оффлайн в городе Грозный и Гудермесе. Если вы хотите быстро и качественно выучить английский и эффективно сдать ЕГЭ по профильной математике, записывайтесь на ее курсы. Ссылку на ее телеграм-канал оставлю в описании под этим видео. Удачи вам в изучении, а мы начинаем наш долгожданный выпуск. Мадина, 25 лет. Фреда, мне 22 года. Ясминна, мне 20. Нужно уточнить, что тебе можно будет сделать поблажку, потому что родилась и выросла во Франции. Да, я родилась во Франции и там живу всю жизнь и прихожу периодически в Чечню и вот почему как бы литература и география русская у меня не так уж не получается. Бату 23 года. Валид 25. Умар 21 год. Альмузаев Дани 30. Руслан 30 лет. Да, да, мне 25 лет. Расул Ибрагимов 21 год. Меня зовут Асаб, мне 19 лет. Абдулхамед, мне 18 лет. Абдулхамед, ты четыре. Маши долги, что ты говоришь. Сразу, что я говорю. Примерно есть люди, которые в меня верят. Что за башка видит. Я хочу вас огорчить. Какому государству принадлежит Антарктида? США. Полярная Польша. Антарктида это вообще, по-моему, это полюс. Как это, морозное место. Как это сказать? Это да? Как Северо-Летовитый океан. Да. А где находится? Арктика. На севере или на юге? Север. А какому государству принадлежит? Арктик. Государство. Это не знаю. Кому она принадлежит? Да. Арктика. Да? А президент Арктики кто? Ола М. Цаун. Значит, пропустим. Да. Северный. Какому имену? Северный. Какому имену? Северный. А кто глава Антарктиды? 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 Пингвин. Да. Вот президент Антарктиды пингвин Шиалович. Вармя. Ну плюс-минус, да. Да. Минус. Скорее всего. Шилма янтига. Щилма янтига. А Антарктида? А это разве не материк отдельный? Ну да. Ну тогда ни к какому государству может не относиться? Никакому? Я думаю это вообще не относится ни к какому. Н略олому государству? Никому? Никакому. А кому принадлежит? Она сама по себе там нет государств. Никому. Уверен? Ну вроде она разделена для всех стран, или вроде никому не принадлежит. Так разделена или никому? Или кому-то? Никому. Антарктида не относится никому к какому-то государству? Это материк. А Австралия? Австралия это тоже материк, но это еще есть государство. Антарктида? Антарктида. Материк. И? И? Я не знаю, и. Всё? Всё. Или нет? Нет, это всё просто материк. Или государство? Нет, не государство. Глава Антарктиды кто? Никто. В каких веках жил Ленин? Ленин, так, с тысяча чем-то. Тысяча с чем-то? С чем? Тысяча девятьсот. Тысяча девятьсот? Ленин, так, с тысяча девятьсот, с чем-то. Ну давай, можешь век просто назвать, века. Двадцать первый, двадцатый. Ты двадцатый или двадцать первый? Двадцатый. Или двадцать первый? Двадцатый. Или семнадцатый? Нет, нет, двадцатый. Двадцатый? Наверное, да. Родился в восемнадцатом, умер в девятнадцатом, я думаю. Двадцатого века. В двадцатом веке. В двадцатом веке. Просто в двадцатом? Да. В 20-м веке. В 19-м и 20-м веке. В 19-м веке. В 20-м 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 веке. Сколько тебе лет? В 20-м веке. 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 Десять лет назад. Девять. Сколько? Девять. Ну вот, видишь. Сколько тебе сейчас лет? Восемнадцать. Восемнадцать. Если бы ты родился десять лет назад, сколько бы тебе сейчас было? Восемь. Молодец. Ну ты же как. Саванета, подвоха мягца юка. Десять лет назад, хочешь? Восемь. Обычная математика, да? Холла, юх. Ровно ищу алкогич. Бархолкс. Восемь, 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 восемь будет. Да, воно десять лет. Восемь будет. А вообще семь больше. Десять лет. Сколько? Десять. Все правильно. Тебе тридцать лет, если бы ты родился семь лет назад, сколько бы тебе было сейчас? Семь. Все правильно, молодец. Оправдал. Десять. Я знаю. Сейчас? Вопрос от спонсора? Давай так. Готов? С английским как у тебя? Очень плохо, но сайж сабазовый, я знаю. Мы сейчас там проверим. Я тебе покажу несколько слов, нужно просто их прочитать. Али, вот тут уже, конечно, будет. Просто прочитать? Он чисто для контента. Он лад, вишерам, дуа, с юхпаной, инстаграм, шавица. Тебя найдите, разбить вирон социалом. Отметь вирон. Так, собер, деск. Так, сингер рандом, андер роз, ангур фризен, экорор броуз и деброуз. А, ладно, обязательно, ищи язык. Желатиня. Желатиня давай, могу я. Максимально желатиня. Ладно, тогда давай просто. Скайрил, допустим, по Литву. Скайрил. 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 Скитлс Не скитлс Скайсорс Сирсос Скайсорс Скайсорс Скайрорс Скайсорс Экентекс Эссентририсити Эссентрисити Так, сити знаю, там в конце написано Экентрисити Экцентрисити Экцентрисити Эссентрисити Эссентрисити Экентрисити Не знаю Эссентрисити Не знаю Эцентрисити Себе не лажим, кереди, а ну Эцентрисити 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 Экцентрисити Радицы Ките. Я не знаю, как я это прочитал, но типа прочитал по буквам. У тебя пятерка по-английски? У меня этот, я сам с Парижа. Поэтому у тебя хороший румынский, да? Ниса Элон, точно. Я у меня Ниса Элон. Как называется река, которая протекает рядом с высотным комплексом Грозен-Сити? Ты же понимаешь, про какую реку мы говорим? Да, я понимаю, что говорят. Терек. Ты подготовился, тебе кто-то вопросы сказал? Просто ненавидел учиться в школе, но понимал, что говорят сразу. Сразу понимаю, что говорят. Как думаешь, вопросы с подвохом будут сегодня? Если будут, я не против. Не знаю, не помню. Нет, не знаю, наверное. Терек. А, нет, Сунжа. Сунжа? Ну, Сунжа. Ну, Ахсу, перевели, Цауон, Сунжа. Сунж, то есть. Пропускаю. Смотри, три варианта тебе дам. Давай. Терек и пусть будет Сунжа. Терек. Терек? Думаю. Или Сунжа. Извини, одна. Сунжа или Терек? Пусть будет Терек. Терек, да? В республике Сунжа вообще с Чечнёй связано, с Ширикаду. Это Сунжа и Терек. Но на автомате, в любом случае, Цауон не исчезает Сунжа. Так как я башковитый, я знаю Чина, Цауон, правильно. На самом деле, Сунжа и Терек, на всяких. Вот и все. Сунжа и Сунжа. Сунжа. Сунжа, ты не спрашиваешь? Сунжа Терек 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 Или сунжа Терек Сунжа 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 Да сунжа 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 Мало кто, как я понял, но мне кажется, это важно знать. Как сказать, как называют город Аргун на чеченском языке? С этим будет посложнее. Аллах, как бы я это знал. Я думаю, из числа, которые не знают. Как город Аргун называется на чеченском языке? Всё, я жрел. Молодец. Дальше. С вообще, вот и чего. Всё, жрели. Ты, я, ты. Я пала ляло. Всё, жрел. Аргун. Нет? Аргун? Аргун, Аргун. Ну, наверное, Аргун называют его. Ну, ты как называешь? Аргун. Аргун. Так и называется Аргун. Да. Аргун. Аргун. Аргун на чеченском? Аргун. Да. Аргун, Аргун. Да, конечно, Аргун. Первый раз слышу такой вопрос. Я говорю, что это хамца. Как ты скажешь на чеченском предложении сегодня я еду в Аргун? Там с Аргуном вешу. Не вспомню даже за миллион рублей. Даже за миллион не вспомнишь? Не вспомню за миллион рублей. Я когда в машине сижу на вывеске, не смотрю чисто, представляю там красивую жизнь по дороге. А как же знаки дорожного движения? За рулём не езжу. Важные люди сзади сидят. А что ты представляешь? Какая, по-твоему, идеальная жизнь? Ну, когда ты поставил конкретные цели, когда к ним идёшь, прям... Когда ты достигаешь чего-то, чего ты хотел всю жизнь. Задал. Пропустим? Да. Зубайр, помоги. Что? Аргун на чеченском. Акула? Аргун. Аргун устрада. Акула. Там я тоже жила, кстати. И как вы называли ваш город на чеченском? Устрадрад. Маша, молодец. Устрадрад. Что или кого записывают в красную книгу? А, не рекордсменов. Красная книга. Это, ну, достопримечательность. Ну, всякое там может быть. Абсолютно разное. Что-то типа энциклопедии? Возможно. Ну, я лучше пропущу, чем опозориться. За мировой рекорд. Спортсмена. Не только спортсмена. Любой человек. Ну, да, тот, который поставил мировой рекорд. Идём дальше. Сегодня лёгкие вопросы. Очень лёгкие. Думаю, я не уверена, но красная книга — это для тех людей, которые что-то очень хорошее... А не людей. Или очень плохое. Что-то что-то сделали. Но если нет, подожди. Если не людей... Это животные очень-очень редко. Бегду. Значит, очень редкие животные. Исчезающие. Всё правильно. Вот так. Всю игру-то сломали. Нашла подход, мама. Подсказать. Я знаю, что есть, но как она называется... Не думаю, что она называется... «Ливр Ружь». Но, может быть, как это называется. Редкое что-то. Правильно же? Что именно? Редкое. Редкое будет точно. Редкое. Книга. Красная книга. Редкое будет вымирать. Я думаю, что это чисто не может быть, и чисто не может быть. Вымирающие виды чего-либо или кого-либо? Человека? Нет, пока. Но такие тоже, правда, могут попасться. Но в основном это животные, растения. Редкие растения и редкие животные. Которые? Которые исчезают с лица земли. Редкое что-нибудь, если это животные, то животные. Если архитектура, сунта, а цель, хули, книг. Думаю, животное, что-то редкое. Просто редкое? Не просто редкое, оно вымирающее. Вымирающий вид животного либо растения. Редкие животные, растения, которые на грани исчезновения. Животные, которые на грани вымирания. Редкие животные, которые вымирают и растения. Животные и растения, которые на грани вымирания. Редкие животные, растения. Назови столицу Марокко. Я не знаю, честно. Реально, азиатские и тем же союзцы. Чисто ног чебя. Каир. Сразу как. Тогда следующий вопрос. Опять география. Назови столицу Египта. Марокко. А Марокко это государство, да? Фес. Фес может. Нет, наверное. Фес? Нет. Нет. Назови столицу Марокко. 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 Одноименно? Да. Как Алжир? Да. Молодец. Как Тунис тоже. Да. Пропускаю. Сразу же. Марокко? Марокко. Как Алжир? Как Тунис. Как Тунис, Тунис, сэн. Как Перу? Как Перу, Перу, сэн. Как Аргентина? Буэнос-Айр, сэн. Молодец. Вообще гейн веревыш. Да. Абсолютно. Клон смотрел? Не смотрел. Они же сказали, что ты смотрел. Не смотрел. Пропускаю. А что ты покраснел? Марокко. Не вспомню. Марокко. По географии какая оценка была? В школе было пять. Заслуженная. Думаешь? Мне не покидает ощущение, что ты стёб. Весь этот опросник один большой стёб. Знаешь, там в каждом вопросе загвоздка. Ну не в каждом, но отчасти есть моменты. Я потом посмотрю. Касабланка. Тоже пятерка была? Да, вроде бы. Я просто... Франция рядом с Марокко. Я немножко знаю эти движения. Молодец. Ты издеваешься. Страна, которая вообще еле заметна на карте, я не знаю. Честно. Но Марокко многие знают. Ты же знаешь Марокко? Страну я знаю. Там у них флаг солнца видит. Но столицу вряд ли. Банально серьёзные страны. Почти все столицы знают. Но таких маленьких нет. Ну Марокко маленькая страна. Они интересуют меня вообще. Не могу назвать. Пропускаю. Давай, три варианта опять. Маракеш, Рабат, Алжир. Маракеш? Эля Схамца. Давай, три варианта. Маракеш, Алжир, Рабат. Алжир. Сразу как, видишь? Подсказки сразу. Как сказать, если ты мне вопрос задаёшь, у меня с головы это... Как тебе это? Что? Вылетает. Вылетает, да. Когда ты три-четыре варианта подсказки делаешь, я вспоминаю это и говорю тебе это. Как ты сразу вспомнил, да? Столицу Марокко, Алжир. Да. Назови самую высокую гору в России. Эверест. Сразу. Опять. Спокойно. В школе учиться не любил, но то, что говорят слушал. А если хотите быть умными, одевайте чёткие кепки. А вот тут ты меня поймал. Честно, я не знаю. Значит? Значит, I don't know. Уже видишь с английским как? У тебя хорошо. Ладно, пропускаем. Армении. Эльбрус, по-моему, да? Все правильно, Эльбрус. Эльбрус, моя доверия. Может быть. Эверест. Эверест? Ой, нет, Эверест-то общее. Эльбрус. Так, самую высокую гору Эверест. Эверест. Эльбрус. Эверест или Эверест. Так Эльбрус или Эверест? Он охуярыз, Эльбрус или Эльбрус. Эм, Эльбрус? Эм, Эльбрус? Цахасун, да. В России Эльбрус. Эльбрус? Вот только в России Эльбрус. 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 Главой какого государства в двадцатом веке был Сальвадор Дали? Франция. Может быть. Сам он был испанец. В Испании? Нет. Сальвадор Дали? Так, Семилу Райнц. Он был вообще главным в истории? В 20 веке. В Испании тогда. Испания. Ну, если так подумать, порассуждать. Сальвадор Дали, Собор Дианки, ознакомый. Ха-ха-сун, гуду-ха-сун, цехани, вопрос. Куба, Чили, цушинах-цак примерно. Цушинах-цак. Милонок. Цушинах-цак. Давай, Куба, извар. Чили, наверное. Правильно? Нет. Неправильно. Сальвадор вроде испанское имя. Это вроде бы как-то Испания, может... Он был испанцем. Испанцем был, да? Я считаю. Сунаетас, втепчу юкшу, касса у его. Может быть. Не, реально он был испанцем. Испанцем он был, да, вроде бы. Итермойог, и Салодорел. Участвовали в Великой войне? Он был колонизатором? Ну, я бы так не сказал. Да? Честно, я не знаю, может, Италия или Испания. Одно из двух. Или, или. Выберу Италию. Тебе везет. Ну, имя испанское или итальянское, банально выбрал одну из двух стран. Он, вроде бы, он какие-то земли захватывал в Южной Америке, да? Да? Подожди. Салодор Дали. Салодор Дали. Государь, глава, варитеж вообще, занимается писатель, художник. Может быть. Писатель, художник, архитектор. Архитектор чего? Архитектор. Архитектор зданий. Каких? Какие известные здания он спроектировал? Общий день. Не, пропускаем. Это уже очень слишком, я далеко зашел. Этот вопрос надо пропустить, я думаю, да. Опять же, подсказка небольшая. Три варианта. Он был итальянцем, испанцем или поляком? Итальянец. Итальянец. Сальвадор Дали, Италия. Соответственно, вопрос. Главой какого государства в 20 веке был Сальвадор Дали? Какого была? Главой какого государства в 20 веке был Сальвадор Дали? Какого? Главой? Да. Своей дело, хор, да? Вопрос, понял же ты? Вопрос. Президентом какой страны он был? Так бы сказал. Хорошо, давай я перефразирую. Президентом какой страны в 20 веке был Сальвадор Дали? В 20 веке какой президент? Сальвадор Дали? Мы уже говорим, что он был. Собак. Мы уже говорим, что он был в 20 веке. А, Италия. Италия? Италия называется. Сальвадор Дали. Это имя вообще на европейском, да? Испания. Он был испанцем. Да? Да. Он в Испании там был, да? Так значит, главой какого государства он был? В Испании. Сальвадор там, вот такие движения. Ну, и Солнцин Цаха, и Мацвин Варвелира, Мацвяна, но он вроде бы не политиком был. А кем? Художник. И Цаха, это голубой картин я сделаю на Глевои. Он не глава государства. А кто? Он художник. Он не глава. Это же художник. Он художник же. Что он написал? Сальвадор Дали. Картины пишешь. Какие? Солнца футуристичные. Я откуда знаю. Жанр царёст? Футуристичный? Солнца, а, и кубизм, и уюнь, и скуза, та школьник, и китарбус, он. Оку, мусора искусства, ля, сумого. Сальвадор Дали, если я не ошибаюсь, художник. Сальвадор Дали, он разве был главой государства, по-моему, не был. А кем он был? Сальвадор Дали. Первый. Переоткрывателем. И? Он не был первооткрывателем, он был художником, по-моему, если я не ошибаюсь. Он не был никаким главой, никакого государства. В 20 веке. Дали, это же художник. Сальвадор Дали был, как его, художником. Он не был президентом. В 20 веке. В 20 веке, какая разница. Сальвадор Дали, в каком бы он не веке, он не был, он не был главой государства, это я точно знаю. Я искренне желаю всем людям, во-первых, чтобы они жили в соответствии с предписаниями Корана, хотя бы старались, не просто изучали, а жили в соответствии с ними. Чтобы они многократно поминали Всевышнего. Особо сильное пожелание, чтобы по пятницам они многократно читали Салават. Всем, кто сейчас находится в каком-то упадке, я желаю стойко пройти все испытания и чтобы все люди верили в себя и по жизни шли и поступали искренне в соответствии с тем, что у них внутри. Желаю людям, чтобы они больше читали, развивались и себе того же советую. Все, и вам удачи. Я наконец-таки очень рада, что поучаствовала, я очень давно этот канал смотрю во Франции с братом, вот из Франции есть тоже у вас подписчики. Даже когда вы эти выпуски в Гранд Парке делали, это с тех пор, этот момент пропускаю тоже, мы, которые вставляли видео, отдал эту бой, что очень нравится, что у них такие ютуб-каналы с какими-то концепциями делают, вот. Очень, когда продвигаемся. Желаем всем добра, успехов по жизни, чтобы они стояли на истинном пути, на котором и мы должны стоять и идут вас. С вами был Игорь Негода. Я не знаю. Я не знаю. Настоящее время с ребенком будет запросить. Я не могу подписаться. Посмотрим на этот ролик. Да, в этот момент я расскажу. Сколько вам придется? Сколько времени? Сколько времени? Сколько времени? Ты не думаешь, как все это было? Я не сниму. Но я не говорю. Нет, нет. Я найду, мне оченьA. У меня есть много витбора, но и как? Мне занимается много витамина. Мы занимаемся много витаминательныеки. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это.